А теперь расскажем, как внедрение технических новинок позволяет упростить работу российских аэропортов. Современные приборы и гаджеты борются с очередями к стойкам регистрации и даже обеспечивают безопасность полетов. Высокотехнологичный арсенал новых средств детально изучил Алексей Калякин. Установка биозвук. Иными словами, аэродромная чучела отпугивает птиц, управляется даже с мобильного телефона. Оборудование работает при температуре до минус 60, произведено в России. Сигналы записываются вот в такой чип, который является сменным. Вы легко можете по сезонам менять. А голоса – это наши российские. Это очень серьезная работа по добыванию этих голосов. Очень многие голоса, скажем, записанные на американском континенте, не помогают. Например, ворона не является перелетной птицей. Поэтому американская ворона – существует другой вид, который совершенно по-другому кричит. Ну а чтобы не пришлось кричать, приглашая запоздавших пассажиров, с Голково разработали программу, которая позволит проводить регистрацию у любой стойки и даже прямо в очереди при помощи мобильного терминала. У агента регистрации он может выйти в очередь, взять планшет. У него также есть мобильный принтер. Подойти к человеку в очереди, выбрать его из списка пассажиров, провести регистрацию, распечатать посадочный талон и очень быстро разгрузить таким образом очередь пассажиров в аэропорту. Подобные системы уже тестируют в аэропорту Уфы. В прошлом году здесь построили новый международный терминал. Теперь внедряют передовые российские разработки. Все IT-обеспечение, оно у нас выстроено на основе сотрудничества с российскими IT-компаниями. Что касается аэродромного обеспечения, то где мы можем отдавать предпочтение отечественному разработку продукции, безусловно, мы это делаем. Вот так просто данное оборудование поможет аэропортам сократить расходы на бумагу, поскольку оно распечатывает посадочные талоны размером в два раза меньше, чем те, что выдают пассажирам сейчас. А себестоимость вот такого билета полтора рубля. Этого всего 75 копеек. Кстати, разработка российских специалистов совместно с коллегами из Швейцарии. Не обязательно покупать новое оборудование, достаточно заменить программу. Возможно, систему внедрят и в Крыму. В мае там начнется строительство нового терминала площадью 75 тысяч квадратных метров. Ввиду того, что проект реализуется на территории Республики Крым, он сам по себе уже будет уникальный. Будут применены все новейшие технологии, разработчиками которых являются российские компании. Мы очень глубоко прорабатывали данное направление, и в своем роде это будет уникальный проект, который будет максимально оснащен российскими технологиями, а также технологиями, которые ранее не применялись на территории России, ориентированной в азиатском направлении. Еще одним аэропортом, где внедряются новейшие разработки, является столичное Шереметьево. Здесь к чемпионату мира по футболу устроят новый терминал. А уже сейчас все пассажиры смогут скачать на телефон программу «Проводник», которая поможет проложить по аэропорту самые удобные маршруты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!